Здравствуйте! Вы смотрите новости на Антенне 7. ЧП на проспекте Маркса случилось в пятницу вечером. Обрушились армейские склады рядом с транспортной академией. А если точнее, в одноэтажном здании 1897 года постройки рухнула крыша на площади 300 квадратных метров. После чего на тротуар упала кирпичная окладка наружной стены. Кроме расчетов МЧС, на месте работали полицейские и дежурили врачи скорой помощи. По данным областного Минздрава, пострадавших нет. Обрушившаяся постройка не эксплуатируется, а прохожих во время ЧП рядом не было. За выходные спасатели вручную разобрали завалы. Отметим, что в декабре 2019 года три бывших склада Минобороны, расположенные на этой территории, были проданы с торгов. Покупателем построек конца 19 века стала московская компания. Здание общей площадью 1241 метр продали за 45 миллионов рублей. На момент сделки участок под складами был зарезервирован под строительство метрополитена. Однако его назначение может быть изменено. Рухнувшие склады пользователи интернета обсуждали все выходные. Но за эти дни в социальных сетях накопилась целая гора других постов, которые сегодня разобрал Денис Онас. В нефтяниках очередное утро начинается с желания собрать вещи и уехать куда-нибудь подальше. Дышать нечем, снова, сообщает анонимный автор в группе ЧП Омск. Запах резкий, невозможно даже нормально вдохнуть. И это, конечно, уже далеко не первый раз, даже за последний месяц. Ну что, друзья, каково вам чувствовать, как вас травят? Хэштег жалоба 55 сделал свое дело. В комментариях откликнулся аккаунт Министерства природных ресурсов и экологии. На автоматизированном посту наблюдения по улице 4-я поселковая в 10.00 зафиксировано повышенное, но не превышающее предельно допустимую концентрация сероводорода 0.75 ПДК. И посоветовали писать жалобы на неприятный запах в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования Минприроды. Интернет помогай! Восклицает автор этого короткого видео, которое он разместил все так же в группе ЧП Омск. И для жителей улицы Коммунальной, судя по всему, творящиеся в дворовых проездах настоящее ЧП. Во дворы не заехать. Детей люди в поликлинику возят с проблемой подъезда к зданию. Уже неделю такая проблема. Речь, конечно же, об этой снежно-грязевой каше. В комментариях, как обычно, предлагают самостоятельно расчищать себе путь. Как мы раньше жили. Везде пешком ходили, и снег нам не мешал в больницу попасть. Деды лопаты брали, а вы планшет. И все же самый верный способ решить проблемы, и об этом тоже написали в комментариях. Звоните жаловаться и в управляющую компанию, и в коммунальные службы. Ямы на дорогах не только ужасают подписчиков паблика «Аварийный Омск», но некоторым и вовсе портят транспортные средства. Яма на 24-й Северной. Поворот на Красноярский тракт. Будьте осторожны. Сообщает автор фотографии. А на ней разодранная покрышка. Вызывайте ГИБДД и оформляйте. Советуют в комментариях. А еще приводят примеры других опасных ям на омских дорогах. А вот такие ямы на пересечении Красного пути и Кемеровской. А про Волховстроя и Вторую дачную вообще молчу. Привет команде администрации города Омска и бюджетным учреждениям, отвечающим за уборку улиц и работающим на наши налоги. Господа, вы вообще из машины кабинетов выбирались к людям? Вот такой гневный пост разместил подписчик группы Омск ВКонтакте и привел целый фотоотчет. На снимках неубранные и затопленные пешеходные переходы и остановочные карманы. Людям приходится скакать, чтобы не промочить ноги или не поскользнуться. Присоединяюсь к автору. Спасибо администрации, что делает все, чтобы в Омске жить не хотелось. Комментирует пост подписчики. Мы же смотрим под ноги и продолжаем читать посты и комментарии к ним. К другим темам. Масленичная неделя закончилась. Россияне пекли блины, ходили в гости и просили прощения друг у друга. В Никола-Ленивце, деревне, что в Калужской области, к празднику воздвигли деревянный мост в высоту 20 в ширину 66 метров. С 2004 года в Калужской области, родине российского аналога Бернингмена, успели сжечь жар птицу, космодром Байконур, Медиабашню, Бастилию и не только. А как отмечали праздник омичи? Побывал на народных гуляниях и поел блинов Никита Иванов. Силу, ловкость и элементы кулинарного шоу продемонстрировали омичи во время масленицы. В программе праздника были метание валенок, перетягивание каната, хороводы. Четким движением руки грациозно отправить блины в полет и поймать обратно на сковородку получилось у парней. Старшее поколение подавало пример сохранения традиций. Наряжалось в расписные платки. Гости пели частушки и танцевали. А мы купили холодильник, называется Ака, а нету мяса, молока. Холодю жену пока. Берете в артиста, я всю жизнь хотела, а стала инженером. Вот она выведена, а откуда такие знания чувствуют? Ниоткуда, ниоткуда. Простые деревенские родители. Никаких, ну так сама. Большинство участников гуляний связывает масленицу с главным угощением – блинами. Из древних традиций соблюдают одну из самых дружелюбных. Ходят в гости и поздравляют друзей и родных. Праздник, весна долгожданная пришла. Зиму так долго терпели. Наконец-то уходит. В этом году повезло, где такая суровая зима была. Хорошо. Какие-то традиции сохраняете? Ходите в гости, например? Обязательно. Обязательно ходим в гости к тёче на блины по четвергам в масленицу. Вчера она пила блинов на литр молока. Приехала подруга, попили чай с блинами. Делаем блины. Ходим в гости. В гости ходим. Прощаемся зимой. Организовала культурное гуляние и общественная организация «Новый город». Всю неделю активисты ездят по дворам Кировского округа, поздравляют и мечей, поют песни и проводят конкурсы. Омское региональное общественное движение совместно с комитетами территориального самоуправления Кировского округа проводил праздник в масленицу. Такой праздник у нас во дворах сегодня уже по счёту шестой. То есть мы начали в понедельник, в масленичную неделю и продолжаем. Жители пекут блины, пироги, готовят угощения. Омский город приезжает со своим музыкальным оформлением. Яркое представление, которое ждут взрослые и дети – сжигание чучела масленицы. В средние века этот обряд люди посвящали не только уходящей зиме. Прощались с неудачным годом, призывали плодородный сезон. Вся жизнь строилась вокруг сборки и обработки урожая. Дань давним традициям с удовольствием отдают до сих пор. Горит! 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 Пошли, као! Никита Иванов и Андрей Кузьмин. Антенна 7. 1 марта митрополит Омский Таврический Владимир совершил чин прощения в Успенском кафедральном соборе. Там присутствовало всё духовенство нашей епархии. Прощенное воскресенье в православии предваряет самый долгий в году пост – Великий. В этот день православные христиане на литургии слышат чтение Евангелия, где говорится о прощении грехов, о посте и о собирании небесных сокровищ. Все верующие просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни. Прощение прощения со всех церквей, со священниками приходят. Это важно. Получается, ты приходишь в одну церковь и прощение прощаешь по всех. Сегодня пришли сюда все семьи, чтобы попросить прощения друг у друга, и вообще у вас священников и друзей, которые здесь, которым мы редко встречаемся. Авангард стартовал в плей-офф с победы. Наши хоккеисты выиграли первый поединок в серии против Салавата Юлаева. Ястребы активно начали домашний матч. Гости отвечали контратаками. Команды обменялись голами. На 14-й минуте Линус Умарк вывел Салават вперед. Сергей Шумаков быстро восстановил равновесие. Авангард наращивал давление. В первой части второго периода Кирилл Семенов и Андрей Стась забросили две шайбы к ряду. Соперничество обострилось. Под занавес периода уфимская команда сократила разрыв, но ястребы мгновенно вернули перевес в две шайбы. Вячеслав Войнов щелкнул со средней дистанции, Кирилл Семенов подправил шайбу ворота. А спустя минуту Валентин Пьянов забил пятый гол. И этот момент стал переломным в матче. В третьем периоде наша команда умело сыграла по счету. Авангард победил 5-2. Я доволен тем, как мы себя показали. Вся команда играла очень хорошо. Это был качественный матч в плей-офф. Конечно же, второй период можно назвать лучшим. Мы забросили четыре шайбы, а пятый гол стал переломным. Но это лишь первая победа из четырех, поэтому еще много работы впереди. Будем двигаться дальше. Второй матч серии «Авангард» Салават Юлаев пройдет на арене Балашиха во вторник. Затем, 5 и 7 марта, команды дважды сразятся в Уфе. В другом сыгранном матче Восточной конференции «Борис» в Нур-Султане победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4-0. Сдача нормативов ГТО помогает готовиться к важным соревнованиям. Более 70 юных спортсменов из бойцовского клуба «Спартанцы» выполнили упражнения на прыжки, подтягивания и отжимания. Рядом с тренерами подъемы баллы секунды считал Владимир Истомин. Пошли. Вот так. Поближе подходи к линии. Вот так. Давай прыгаем. 144 сантиметра в первом прыжке, 149 во втором. Отличный результат в третьей попытке. Пятилетний Даниил Губаль приземлился на отметке метр и 53 сантиметра. Тренер инстинктивно потянулся к таблице нормативов. И юный спортсмен уже начал праздновать свой успех. Как оказалось, Даниил сходу допрыгнул до высоких результатов для десятилетних спортсменов. Дальше волшебная магия ГТО. Желание выступить еще лучше, опередить, победить. Вариантов отличится сразу пять. Подтягивания на перекладине, прыжки в длину, челночный бег, прыжки на скакалке, отжимания. Каждый важен для тех, кто хочет стать крутым мастером единоборств. Один развивает резкость, другой выносливость. Федор Дорогов тренируется в клубе «Спартанцы» уже два года. Показал отличные результаты во всех силовых упражнениях. Я люблю грэплинг, и поэтому я качаю силы в руках. У меня сегодня хорошо получилось отжиматься и подтягивания. Соперничество братьев Дороговых. Победный настрой Федора подхватил более опытный Дмитрий. Оба брата сразу вошли в число лидеров в своих возрастных группах. Дмитрий показал отличный результат в подтягивании. 10 подъемов, успешно выступил в других упражнениях, завоевал серебряную медаль в категории для спортсменов 10-11 лет. Я очень люблю подтягивание, помогает мне в бою раздергивать соперника, и потом делать на нем приемы. Самый захватывающий вид программы – челночный бег. Азарт, стремительное ускорение, растущие результаты, поддержка и оптимизм тренеров. По словам руководителя клуба «Спартанцы» Сергея Шуралева, челночный бег развивает у юных спортсменов сразу несколько важных качеств. Умение быстро стартовать, работать на опережение, действовать по разным направлениям. Все эти моменты очень важны и в тренировочном процессе, и в соревнованиях. Ребенок приходит к нам на секцию, он также отжимается, подтягивается, бегает, прыгает. Мы определяем уровень его подготовки. И такие соревнования, они позволяют нам получать информацию, насколько ребенок вырос, когда у нас тренируется, насколько он получил необходимые навыки, насколько у него лучше стала его подготовка. Режим тренировки включился сам собой. В этом еще один важный нюанс упражнений из комплекса ГТО. Правильные действия формируются при выполнении заданий. Самым сложным видом программы оказались прыжки на скакалке. На помощь тренерам пришли родители. Такой вариант соревнований, это здорово, это хорошо. Дети соревнуются, стараются быть лучше, выше, сильнее. Папы, мамы, дяди помогли. Техника улучшилась, результаты выросли. Виктория Губль в третьей попытке прыгнула 37 раз за полторы минуты, показала лучший результат своей возрастной категории. У меня сегодня отличные эмоции, все здорово. У меня и бег, и прыжки, все хорошо. Но самое любимое, это скакалка. Прекрасная атмосфера на финише спортивного праздника. Дружеское общение, фото на память, отличные призы, мечты и планы на следующие старты. Хорошие результаты и отличный настрой помогут спортсменам в соревнованиях. В марте и апреле в Омске пройдет сразу несколько детско-юношеских турниров по ММА и рукопашному бою. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Это были новости. До встречи в эфире. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Новости. Официальная группа ВКонтакте.